Платные парковки, бесплатные парковки, легальные и нелегальные. В городе всего несколько площадок для официального платного паркования, деньги от которого идут в бюджет города. У таких операторов оранжевые жилеты и удостоверение имеется. Но как же отличить легального парковщика от нелегального? Если на парковке установлен паркомат, значит парковка организована в соответствии с действующим законодательством и парковщик является официальным. Процесс оплаты несложный. Это как пополнить счет телефона, только быстрее. Паркомат выдает клиенту чек, на котором указано время оплаты и внесенная сумма. Пытаясь выяснить, охотно ли одесситы оплачивают стоянку, наша съемочная группа столкнулась с некоторыми трудностями. Здравствуйте. Вы не расскажете, что прошло, что я работаю? Не расстался. Комментарии не даем делать. А чего? Где-то к другому. Мы там уже поговорили с молодым человеком. Он сказал, что я недавно здесь работаю. Я тоже недавно работаю. Работа парковщика стала законной. Однако наша съемочная группа так и не получила комментарий. Может быть потому, что мы увидели, как парковщики берут деньги, обходя паркоматы. Наличие и парковщика, и паркомата совершенно не гарантирует сговорчивость водителей. Многие принципиально не платят за парковку. Но есть категории граждан, которым платить за парковку не нужно вовсе. Мне он не надо. А как у вас все происходит? У меня? Да. Очень просто. У меня есть удостоверение участника Великой Отечественной войны. Я пользуюсь бесплатно. Нелегальных парковщиков в Одессе тоже немало. Если паркомата нет, значит это наверняка аферист. Почему? Потому что ни у одного мошенника нет средств 50 тысяч гривен для установки парковочного аппарата. Наша съемочная группа попыталась выяснить, от какой организации работает этот парковщик. Прошу нам расскажите, от какого организации? У вас есть документы? Нет. Как это? То есть вы взяли жилетку, пришли и собираете? Да. Я помогаю людям. Чем? Чем? Тут уже я помогаю парковать машины и помогаю, когда они выезжают. Что не ДТП и с машинами все в порядке. Их не царапают, не пробивают колеса. Если человек читает нужному, он оплачивает. Не читает нужному, он не оплачивает. Вот и все. Ну, как-то это все. Что? Должны быть документы. Ну что, вы взяли? Я тоже могу взять жилетку и пойти что-то кому-то помогать. Вы меня поинтересовались. Вы у меня поинтересовались. Зачем жилетку? Я вам сказал, просто надел жилетку и все, я помогаю людям. Легальная парковка, нелегальная парковка. Не в этом суть. Одесситы готовы отдавать свои кровно заработанные денежки за сохранность автомобиля. Вот только мест, в котором этот автомобиль можно оставить, в городе все меньше. Мишель Арманд, Вячеслав Лоштаба, Думская ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова